Элизабет Рут Бетти Крейбл Элизабет Рут Бетти Крейбл Начала свою карьеру в кино в 1229 году в возрасте 12 лет, но контракт с ней расторгли, когда выяснилось, что она пользовалась фальшивыми документами, подписывая договор. Стала известно, снявшись в бродвейском мюзикле «Дюбарей была дамой» в 1939 году, после чего она привлекла внимание студии 20-й век Фокс. Гребл заменила Эльс Фэй в фильме даже по-аргентински в 1940 году. В 1947-м стала самой высокооплачиваемой актрисой в Соединенных Штатах. На протяжении всей своей карьеры была известным секс-символом. Специалисты чулочно-насочных изделий того времени часто отмечали ее идеальные пропорции ног, бедра 47 см, голень 30 см и лодыжки 19 см. Ее ноги были застрахованы британской компанией «Ллойд» на 1 миллион долларов. Как говорила сама Гребл, у моего успеха есть две причины, и я стою на обеих. 12-летняя Гребл и ее мать отправились в Голливуд в 1929 году. В 1939-м она подписала контракт с РКО Pictures, и ее определили на обучение актерскому ремеслу. Снова играла экспезодические роли в фильмах, где даже ее не указывали в титрах. После ее недолгого пребывания на РКО Гребл подписала контракт с Paramount Pictures, который одолжил ее студию 20-й век Фокс для съемок подростковой комедии «Кожаный парад» 1936 года. Студия начала снимать ее в серии студенческих фильмов, в которых она часто играла наивных студенток. В 1939-м снялась вместе с Джеки Куганом, который тогда еще был ее мужем, мол, бюджетной комедии «Ножки за миллион долларов». Откуда и было взято знаменитое прозвище Гребл. Приняла приглашение Бады де Сильвы сыграть в ее мюзикле «Дюбари была дамой», главной роли в котором исполнили Этель Мерман и Берт Лар. Спектакль мгновенно стал успешным, среди зрителей и критиков о Гребл прикрепилось клеймо новой звезды. В интервью 1940 года она заявила, что она больна и устала от шоу-бизнеса, и что рассматривает возможность ухода на пенсию. Успех Гребл как пинап модели способствовал ее карьере в качестве главной кинозвезды. По мере того, как росла ее популярность, руководитель Фокс выражал интерес к расширению спектра ее ролей. Несмотря на отсутствие качества, фильмы Гребл были очень популярны, и Фокс регулярно направлял прибыль, полученную от ее фильмов, в свой более престижный проект. Специально для нее студия сняла фильм под названием «Девушка с обложки» 1944 года. Гребл исполнила роль хозяйки столовой, которой организует досуг военнослужащих. Во многих сценах мюзикл использовал знаменитую пинап-фотографию Гребл, что еще больше увеличило ее продаж. Многие сцен позже пришлось переснять, чтобы скрыть беременность Гребл. Снялась в фильме Уолтера Ленга «Мама была в трико» 1947 год, где главную роль исполнил актер Дэн Дейли. Фильм добился признания среди критиков и стал кассовым хитом, заработав около 5 миллионов долларов. В 1948 снялась в фильме «Это дама в горностай» в роли правительницы города Бергамо. Когда фильм наконец вышел, он получил смешанные отзывы. Его называли ярким и соблазнительным примером бессмыслицы, и он не принес того дохода, который ожидала студия. Гребл вышла замуж за первого в истории ребенка актера Джеки Кугана в 1937 году. Пара развелась в 1939. В 1943 она вышла замуж за трубача Гарри Джеймса. В этом браке у нее родились две дочери. В 1965 году они развелись. После этого Гребл вступил в отношения с танцором Бобом Ремиком, который был младше ее на несколько лет. Эти отношения продлились до самой ее смерти в 1973 году. Умерла Гребл 2 июля 1973 года в возрасте 56 лет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. У Гребл есть своя персональная звезда на Голливудской арее славы за вклад и развитие киноиндустрии. Своя звезда у нее есть и на Сент-Луисской аллее славы. Также ее бронзовый бюст находится в зале знаменитых миссурийцев. Ее знаменитую пин-ап фотографию журнал Time назвал одной из 100 самых влиятельных фотографий за все время. За ее значимое место в сердцах американских солдат во время Второй мировой войны. Позднее этот снимок был включен в журнал «Лайвс» в список 100 фотографий, которые изменили мир. Вот так вкратце с переводной википедии о американской актрисе, танцовщице, певице Элизабет Рут Бетти Гребл. Пока-пока, до свидания, смотрим фото. Субтитры подогнал «Симон»